По благословению настоятеля храма Рождества Христова, протерея Александра Игнатова, при храме было организовано плетение маскировочных сетей для укрытия военной техники. Для этого было оборудовано помещение, где в тишине, по звучанию Иисусовой молитвы и псалмов, ежедневно по 2-3 часа, выбирая удобный для себя график, трудятся мироносицы Рождественского храма. С утра и порой задерживаясь до позднего вечера, безвозмездно на добровольных началах плетут маскировочные сети и тем самым спасают жизни защитников нашей Родины, которых ждут дома близкие и родные. Я услышал про вас, что вы плетете сети маскировочными, бесплатно и руками своими сплетаете покров солдатами нашей техники. Все ваши труды, это не только ручные, это сердечные труды, вы же сердцем плетаете, переживаете, думаете, вы еще молитву творите, когда плетете, на каждое узело Господи Иисусе Христе помилуй нас, Господи Иисусе Христе, сохраняй ребят наших, молитвенная сеть, ее вообще никто не расшифрует. Ну и воздастся вам за это, безусловно, воздастся вам еще в этой жизни, то есть у сердца и прощением грехов, благословения всеми сетям, воздастся и в будущей жизни. Спасибо вам за труд, да укрепит вас Матерь Божия и Господь Иисус Христос. Аминь. Наши добровольцы быстро освоили технику плетения и теперь учат и передают опыт тем, кто приходит впервые. Все маскировочные сети отправляются непосредственно в подразделение СВО, с которыми поддерживается связь. Добрый вечер. Мы, седьмая рота 429-го полка, хотим поблагодарить за поддержку и помощь нам. Маскировочные сети получили, в ближайшее время будем их использовать и победа будет за нами. Необходимость в маскировочных сетях для фронта постоянно растет. В связи с этим приглашаются все желающие помочь в этом добром деле. Задача – нарезать и готовить материалы для плетения и изготавливать сети. Узнать подробнее и записаться можно по телефону.